Здравствуйте! Сегодня мы поговорим на не очень, возможно, популярную тему о Далии не как литераторе, не как лингвисте, а Далии как государственном служащем, как ответственном чиновнике по особым поручениям и в итоге действительном статском советнике. Я думаю, что специалисты, конечно, знают о том, что больше 25 лет, то есть четверть века, уважаемый Владимир Иванович, проработал на госслужбе. Поэтому здесь вопрос действительно, известно ли это широкой общественности. Разговоры, частные опросы показывают, что, конечно же, сформировано очень такое отчетливое клише. Даль лингвист, Даль литератор. Плюс это клише дополняется зрительным образом, потому что доминирует образ его в известном портрете Перова. Такой почтенный старец, мудрый, спокойный. И, конечно же, никаким образом это не ассоциируется, что когда-то этот старец был молодым человеком, был очень молодым человеком, бодрым, энергичным, что занимал он очень ответственные посты в Российской империи, отвечал за очень серьезные направления в Российской империи. Я всегда задумывался, когда столкнулся с этой темой, огромное спасибо нашему музею, потому что как раз на экскурсии в нашем музее Даля, я первый раз услышал о том, что, оказывается, он работал. Меня, конечно, заинтересовало, потому что прозвучала аббревиатура МВД. А когда уже начал детально разбираться, вдруг оказалось, да, у нас огромные белые пятна в этом отношении, огромнейшие белые пятна. Даже знаменитая книга, на которую опираются все Далеведы, и как мы ее так ласко называем, Жизаэловка, да? Так вот, даже в Жизаэл, когда идет перечень его дат, там обычно книжка заканчивается таким кратким биографическим рощерком, вот, вообще отсутствует надпись, когда он стал чиновником по особым поручениям. Да, служба МВД там указана, но то, что до службы МВД он еще прослужил очень долгое время в Оренбурге, чиновником по особым поручениям при Оренбургском военном генерал-губернаторе, там вообще и отсутствует. В тексте есть ремарки, тем более, что это же в первую очередь самый такой простой вопрос, который задается студентам, школьникам. Все практически знают, что Даль сопровождал Пушкина в путешествиях по Оренбургу, когда он собирал материалы для своих произведений, посвященных истории Пугачевского бунта. Но элементарный вопрос, каким образом Даль попал в Оренбург, он что, просто был другом, и Пушкин ему сказал, ну, поехали, друг Владимир, прокатимся в тьму таракань Российской империи, ну, поехали, друг Александр. Нет, это все не так. Как раз именно их поездка по Оренбургу и связана с тем, что в эту область, область достаточно напряженную, потому что это в то время было пограничие, очень серьезное пограничие или приграничие, да, наследник престола, будущий император Александр II, ну, как бы совершал свой вояж, то есть ему показывали его будущие владения, почему там был Жуковский, почему там был Пушкин, вот, и вот чиновнику по особым поручениям при Оренбургском генерал-губернаторе было поручено, ну, как и понятно, те, кто совершает, вернее, работает на госслужбе, когда приезжают большие чины из Санкт-Петербурга, нужно обеспечивать их приезд, вот, показывать им все, что они попросят, обслуживать и так далее, и так далее. Вот именно в такой функции, понятно, что принимал генерал-губернатор всю эту делегацию, и Далю пришлось сопровождать Пушкина, рассказывать. Другое дело, что, опять же, ни в коей мере все, что говорится о службе Даля, не умаляет его значения, как человека, который, находясь на казенной службе, тем не менее продолжал свои творческие поиски, продолжал собирать свой знаменитый словарь, но это, как мы говорим, свободное от работы время. Мало того, очень интересна мотивация, ведь мотивация, она тоже была достаточно прагматичная и такая жизненная, потому что сначала уважаемый Владимир Иванович разочаровался в морской службе, это не секрет, потом у него были очень сложные взаимоотношения в этом Санкт-Петербургском госпитале, потому что, как честный человек, он не занимался приписками, и противился тем порядкам, которые существовали. И вот так получилось, что волю судьбы ему предложили достаточно выгодную по финансовым отношениям службу, но ведь мы не забудем, что он до этого был в Санкт-Петербурге, и поменять Санкт-Петербург на Оренбург, я не знаю, это даже серьезнее, чем сейчас поменять Москву на Владивосток. Тем не менее, опять же, так случилось, что именно на госслужбе он 25 лет, еще раз, даже почти там 26 лет, он проработал очень честно и очень-очень-очень достойно. Вот что мне всегда хочется подчеркнуть, что он вполне может являться таким примером того, как можно быть на госслужбе, можно пользоваться гигантским авторитетом. Вы сами понимаете, что договариваться с... Ну, сейчас это уже государство, а тогда это были кочевые племена, или же часть республик, которая входит в состав Российской Федерации. Это были очень сложные переговоры, договоры, это была очень сложная среда по всем отношениям. Плюс, опять же, вот этот вот, если верить источникам, да, только сразу же по приезду в Оренбург он сразу окунулся, там были волнения казаков, плюс понятно, что сам Пугачевский дух никуда еще не выветрился, потому что еще поколения помнили эту сложную перипетию внутриполитическую российскую. Поэтому ему приходилось, мы только можем догадываться, что переживал сам Даль, какие вопросы ему приходилось улаживать, но при этом, во всяком случае, ни в одном из источников, а наверняка бы уже что-нибудь просочилось, если было хоть какое-то малейшее подозрение, ни один из источников не говорит, что он вел себя недостойно, что каким-то образом он имел с этого какие-то дивиденды. Напротив, напротив, воспоминания очень комплементарные. Мало того, считалось, что если Даль дал слово, то значит это уже железно. Его очень ценил военный генерал-губернатор Василий Перовский. Практически это была, я не знаю, там не только правая, но, наверное, и правая, и левая, и вообще все руки вместе взяты. Вот, конечно, фигурирует знаменитый Хивинский поход. И в этом Хивинском походе почему-то всегда акценты смещаются, может быть, правильно смещается, что он там изобрел эти носилки для переноски раненых. Но, опять же, он врачом был по призванию, а занимал должность, опять же, чиновника по суммопоручения при генерал-губернаторе. И участвовал как чиновник в этом Хивинском походе, кстати, к которому он противился, потому что он хорошо знал и климатические условия, и знал культурную среду, и поэтому не поддерживал эту военную экспедицию, которая закончилась, как известно, очень плачевно. Мало того, сохранились его некоторые воспоминания, где он четко фиксирует, кто и почему, каким образом, ну, скажем так, сделал так, что это была неудачная военная экспедиция. Опять же, его пример показывает, что если в то время в Российской империи чиновник показывал свою эффективность, после отставки Василия Перовского его перевели в Санкт-Петербург. И вот здесь вот тоже начинаются, подчеркиваю, для специалистов известные вещи, но не афишируемые широкой публике, мало того, даже вот в таких вот открытых публичных источниках об этом говорится немного или совсем немного, мягко говоря, хотя я не понимаю, что здесь такого, что здесь закрывать, когда, ну, во-первых, время прошло, а с другой стороны, это является, наоборот, показателем его очень высокого и профессионального человеческого РНМ. Речь идет о том, что сначала он был переведен в Министерство делов, но очень быстро прошло назначение Льва Перовского на пост министра внутренних дел. И практически он стал чиновником по своему поручению при министре внутренних дел. Мало того, буквально там через определенное время министр, насколько я помню, восстановил, эта структура была, потом исчезла, потом была восстановлена, так называемую особую, в других источниках говорят, особенная, ну, неважно, какие эпитеты, факт тот, что особая канцелярия, перминистры внутренних дел. Есть очень хороший литературный источник, может быть, он для широкой общественности, он, возможно, даже единственный, этот источник, воспоминания Мельникова-Печерского. Большинство ссылок дается на этот источник. И вот как раз Мельников-Печерский очень детально, ну, насколько это можно, описывает то, чем занимался Даль на этой должности, включая то, что именно ему и еще второму коллеге, Надеждину, если я не ошибаюсь, поручали самые деликатные, самые деликатные мероприятия. Мало того, он указывает, что, как слышал там, как передавали краем уха, что, да, минуя департамента, это поручите, пожалуйста, там, Даль и Надеждин. Поэтому, опять же, здесь очень тонкая, тонкая такая была ситуация, что человек занимал очень-очень ответственнейший, очень-очень серьезный пост Российской империи. И при этом продолжал, еще раз подчеркиваю, продолжал заниматься литературными изысканиями, продолжал переживать за судьбу Отечества. Ведь сейчас, слава Богу, вот благодаря году Даля, чаще стали упоминать, что он входит в, ну, скажем так, отцы-основатели русского географического общества. Тоже интересные здесь такие нюансы, потому что, когда заходишь на сайт русского географического общества, заходишь, там есть такой пункт «История», естественно, сразу фотография, где все учредители, он в первой шестерке практически обрамляет там главного представителя царской семьи. Но даже в этом тексте он представлен там среди, понятно, написано «Мариплава», «Телек Розенштейн», там, «Бойначальники», представители генштаба, и написано «Представители интеллигенции, лингвист Даль». Ничего не имею против того, что Даль лингвист, но на момент основания русского географического общества, по-моему, в 1845 году, Даль официально, еще раз подчеркиваю, числился руководителем особой канцелярии при министре внутренних дел. И именно на его квартире собирались те люди, именно на его квартире, а квартира у него была ведомственная, то есть он даже жил, можно сказать, на работе. Их отделяли от министра несколько этажей. И поэтому вот почему знаменитые «Далевские четверги»? Как раз «Далевские четверги» идут оттуда, от его службы в МВД, здание, естественно, находилось в центре Санкт-Петербурга, в центре столицы, на Невском проспекте. Вот именно там собирались те люди, которые родили идею создания русского географического общества, а потом, опять же, его покровитель, его прямой начальник Лев Перовский пробивал ее на самом высшем уровне. Поэтому на тот момент он лингвистом был по духу, по своему желанию, опять же, в свободное от работы время. А фактически он был чиновником высокого ранга, на тот момент, наверное, еще статским советником. Вот поэтому и в этом отношении, ну, все коллеги уже выучили эту фразу, несносно честно, это о нем так говорили в Санкт-Петербурге. А сами понимаете, что в Санкт-Петербурге, да в любой столице мира, чтобы завоевать такой неформальный титул, даже если он для некоторых несет негативную коннотацию, но очень дорогого стоит. Вот тот же Мельников-Печерский говорит, что к нему с прошениями было бесполезно идти, если это, ну, условно говоря, какие-то прохиндей. Другое дело, что он всегда открыто и по-домашнему принимал людей, которые вот шли от культурной среды, от его культурных потребностей, с теми же самыми словами, с новыми какими-то веяниями, переживаниями. Здесь, наоборот, он был открыт. Точно так же, как чиновник, вот когда я более детально начал этим заниматься, очень, опять же, интересное воспоминание приводится, что, чем занимался и о чем был осведомлен Владимир Иванович. Он был осведомлен не только, возможно, и не столько вот о культурной среде, хотя в этом отношении он тоже был сверхспециалистом, но он был осведомлен о, как бы мы сейчас сказали, о самых тайных пружинах мировой политики. И там приводятся примеры, что нужно было заниматься и там посланниками в Италии, и нунциями в Минске, и контрабандистами, мне очень так повеселило, контрабандистами в Санкт-Петербурге, потому что, да и сейчас, Министерство внутренних дел – это очень серьезная структура. А в те времена, то есть в середине 19 века в Российской империи, ну, наверное, практически не было мощнее Министерства, было, конечно, связано с войной, но, тем не менее, значительная часть вот именно то, что касается внутреннего спокойствия, обеспечения безопасности, конечно же, все эти функции ложились, ну, кроме третьего департамента, на Министерство внутренних дел. То есть записки в Госсовет, записки в Кабинет министров, которые все инициативы Министерства внутренних дел, они шли через него и, скорее всего, готовились им. То есть здесь можно сказать, что, ну, так условно говоря, если бы я был историком, то поднять бы эти документы в архивах, и можно там найти вплоть до того, что это почерк Владимира Ивановича Даля, скорее всего. То есть есть огромный пласт его работ, которые не связаны с литературной деятельностью, но которые не менее, я думаю, интересны, не менее значимы, тем более, еще раз подчеркиваю, это был, ну, можно сказать, как один из пиков могущества Российской империи, которая в то время еще обладала Аляской, вот, с одной стороны, но с другой стороны захотела на территорию современной Польши. Поэтому вот эта вся огромная территория, она практически лежала на плечах вот этого вот лингвиста, этого литератора, этого, как у нас говорят, сказочника, вот, ну, благо теперь начали упоминать, что он еще врач. Так вот, и врач, и лингвист, и создатель сказок, еще раз подчеркну, был чиновником высокого ранга, который занимался самыми деликатными вопросами. И, кстати, тоже вот интересно, мы сейчас все обсуждаем сложности, связанные с коронавирусом, вот, он в свое время, и эти тоже есть источники, говорят, что он готовил план карантинных мероприятий. Ну, как человек, который зачастую попадал в ситуации, потому что, вы знаете, эпидемии были и разные, поэтому нужна была порядок. И он, как врач, опять же, человек с медицинским образованием, но одновременно как чиновник, понимал, что все это надо упорядочить. Нужно создать те правила, которые вот обеспечивают возможность выхода, плавного выхода с эпидемии. Характеристика уважаемого Владимира Ивановича Даля в качестве государственного служащего, мне кажется, очень важна, особенно в наше нелегкое время, когда мы ищем некие эталоны, некие маяки неких личностей, причем не дутых, не вымышленных, а тех, которые были реальными в плане и честности, и организованности, и дисциплинированности, и ответственности. И в этом отношении, я думаю, что Владимир Иванович Даль ни одной червоточинки, ни одного пятна на биографии человека, который закончил свое звание действительного статского советника, то есть генерал-майора, говоря нынешним языком, не найти. Поэтому это живой, не словарь, а живой пример честного служения Родине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова